Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Прошло всего-навсего полгода с того момента, как я рассказала вам о том, что у меня появился свой бренд одежды Безна. За эти полгода мы проделали просто невероятную работу, начиная с того, что бренд в своем изначальном ассортименте имел всего 4 позиции, заканчивая тем, ну как заканчивая, находясь в процессе того, что сейчас в нашем магазине представлено огромное количество позиций и огромное количество разных типов изделий. И сегодня я бы хотела показать вам немного изнанки. Показать вам, как теперь выглядит офис, насколько сильно мы выросли с того самого первого видео, где у нас была одна-ладно-две комнатушки. И во что сейчас превращается Безна, как она становится масштабным производством и набирает обороты. Заваривайте чай, кофе, а мы начинаем с 11 декабря. Да, дорогие друзья, аутфит, конечно, подходящий для сегодняшнего дня. Весь этот клунизм оставляем для шортов, для вот этих вот. И едем на склад, смотрите, что там происходит, покажу вам, какой у нас произошел прогресс за эти 5 месяцев с момента, как Безна открылась. Перед тем, как я проведу вам мини-рум-тур, давайте вообще вспомним, как склад выглядел раньше. У нас ничего не было, мы были новичками, у нас не было своего оборудования, у нас... Да толку у нас ничего не было, у нас были только амбиции, у нас было желание делать классно. И посмотрите, как мы выросли, а еще даже год не прошел. Минутка ностальгии и фактов. Вот здесь вот раньше проходила сборка ваших заказов, и очень часто я сама лично приезжала. И я это говорю вам не потому, что такая охренеть хорошая, а потому что очень часто я действительно сама туда приезжала и помогала с упаковкой ваших заказов с погрузкой, с открузкой, со всеми вот этими делами. В общем, тут мы не будем останавливаться, потому что единственное, что здесь изменилось, это количество вещей. И вещей стало нереально много. Поехали дальше. Следующая наша комната, которая у нас есть, это мастерская. Здесь происходит пошив ваших деталей, то есть это машина для вышивки, с помощью которого мы наносим принты. Короче, прикол в том, что получается на этот момент видео, когда я снимаю, нам всего 4 месяца, на плане бездни, а нам уже не хватает места, потому что заказов много, работы очень много, аппаратов мы уже тоже очень много купили, поэтому нам пришлось 3 дополнительных помещения. Ну, пойдемте, я вам их покажу. Итак, пойдемте смотреть новое помещение, которое мы взяли. Получается, комната номер 1, хорошая, светлая. И комната 2. Скорее всего, я здесь сделаю свою какую-то фотозону и зону для моего личного каста, когда я буду делать сама вам ваши изделия, потому что в перспективе такое планируется. И вот хочется, чтобы у меня была классная комната, где я могла приходить, снимать контент. Здесь устроить максимальную челобню, когда у меня, например, нечто, чтобы сыворотники могли приходить сюда, не знаю, вот в плойку играть, потому что у нас такой концепт, что главное, чтобы работа работалась, а вот то, что будет делать в промежутках между этой работой, неважно, потому что мы тут все вообще-то кореша в первую очередь. Ну ладно, не то, что мы кореша, а мы семья, вот так будет скайферальнее. Вот это ты сказала, как этот Торетто. У нас каждый день, ну ладно, не каждый день, а буквально через день, приходит огромное количество новых изделий. Прямо сейчас я нахожусь в брюках, по-моему, они еще не вышли в продажу даже. Но делюсь спойлером. Так, попытка номер миллион создает лучшие брюки из всех, что когда-либо существовали в этом мире. Тут фиксируется, здесь тоже фиксируется. Слушай, ну как будто бы я могу сказать в первый раз, что эти брюки наконец-то сели нормально. Это брюки недоработанные, сейчас это тестовый образец, то есть мы только-только подгоняем крой, и мне в первый раз за все это время нравится. А еще делюсь с вами вещами, которые я точно еще нигде не выставляла, потому что это мега эксклюзив. Значит, смотрите, вот такой вот кропкий моно-жакет, безумно круто выглядит к нему в комплекте. И тут вот такие вот брюки, которые идут в стилистике аниме с самураями. На самом деле они невероятно крутые, и я просто жду не дождусь, когда это выйдет в продажу на сайт, потому что этот комплект моя вообще невероятная любовь. Это очень круто. Конечно же, он не до конца еще доработанный, только тестовый образец, мы еще думаем над фурнитурой и все такое. Но это изделие уже очень-очень скоро будет готовиться и отшиваться, когда мы доведем его до идеала. Дальше вот такая вот юбка, она вдохновлена стилистикой Nano, мне она безумно нравится. Она получилась такая пант-кроковая, к ней же, ну или не к ней же, у нас будут скоро совсем новые. Longsleeve вот с такими интересными рукавами, фонариками контрастными. Longsleeve будет в нескольких оттенках. Есть вот такой вот красный, теперь longsleeve с красной и при этом с сеткой, и это выглядит нереально круто. Дальше он же, но уже с розовыми рукавами для любителей чего-то более розового. И смотрите, что еще я вам хочу показать. Это вот такой вот кроп-худи. У него нереально крутой капюшон, у него нереально крутые рукава, которые можно расстегнуть для того, чтобы тебе было стильно. Это просто невероятно. Очень жду, когда эти вещи смогу показать вам уже в нашем магазине. Проблема в том, что когда ты создаешь какую-то вещь, вот, например, да, я там хочу сегодня сделать брюки. И просто в этот момент, пока ты подбираешь ткани, фурнитуру, а так ли она приятна, а не приятна, это огромная работа. Но главное, чтобы было круто. Когда бездна открывалась, у нас было очень мало вещей. У нас, по сути, из типа вещей были только худи и только футболки, да и дизайнов было вообще немного. И когда я смотрю назад, когда я оборачиваюсь, я вижу, какое колоссальное количество работы мы сделали за полгода. И вы знаете, даже несмотря на то, что мы уже сделали очень много, каждый день мы ставим новые цели, каждый день идет разработка чего-то нового. И, например, конкретно сейчас у нас в разработке юбки, кстати, недавно мы их уже снимали, смотрите, какая красота, это брюки, разрабатываются джинсы. У нас всегда что-то находится в работе, мы хотим расширить всю нашу линейку. А начиналось всего с двух типов вещей, представляете? Также мы добавили шоперы, которые отражают каждого персонажа. Это просто потрясающе, плюс, мне кажется, это классная идея для подарка, потому что шопер, он реально всегда нужен, всегда полезен. В какой-то момент у нас было недостаточно помещений просто для того, чтобы работать, поэтому встал вопрос о том, как бы сделать расширение. В конечном итоге мы поняли, что мы хотим уже не только просто помещение, но и переходить в статус полноценного производства. Для того, чтобы переходить в статус полноценного производства, то в первую очередь, конечно же, нужны деньги, очень много денег, потому что это не шутки шутить, это не просто взять какую-нибудь штучку, налепить на другую штучку и такие, вау, класс, привет. Это работа с техникой, а техника эта стоит очень много денег, учитывая огромный-огромный сейчас курс. Сегодня у нас первая часть переезда, перетаскиваем вещи, вот вижу, что люди уже их таскают, а я тем временем пришла, чтобы делать всевозможные замеры, чтобы понимать, какой дизайн и как вообще мне все организовывать. Я узнаю, это очень страшно. Ну что ж, переезд, он всегда страшен. Не то, чтобы этому пространству было много времени, но какое-то время ему уже было, нам этого уже не хватает, поэтому полный переезд происходит, абсолютно стопроцентно. Если что, вот эта вот вещь не на продажу, так что не переживайте. Да, чтобы диван перетащить сюда, пришлось его разбирать, теперь снова собирать. Лайк. Иди, иди со своей женщиной, да, да, давай, давай. Сейчас я себя забираю, это же все хорошие я, да, это именно выброс? У нас нет тебя на выброс. А, ладно, хорошо, да. Это правильный ответ, начальство довольное. Я еще отсюда не ушла, что вы тут обсуждаете, чтобы выдали правильные ответы. Нехорошо так делать, дайте уйти. Ты отметишь, что нести себя вообще не прикольно, оказывается. Пока, конечно, вообще не густо. Ну что ж, запомните, эта комнатка такая, какая она сейчас есть, потому что совсем скоро эта комнатка будет выглядеть иначе. 16 декабря. Простой повседневный макияж, супер цацка с козлом, бак вы худак. Так выглядит типичный бизнесмен, бизнесвумен. Можно идти. И, собственно, приехала в пока еще не собранную комнату. Здесь у нас, кстати, дед притаился, потому что, когда мы ходим на фестивали, обязательно у меня все сотрудники приходят в париках. Мне часто задают вопрос, где можно посмотреть одежду в жизни. И для этого пока что мы ездим только на маркеты. И на маркетах, да, когда мы выставляемся, конечно, можно приехать. В жизни все это посмотреть, я тоже зачастую иногда, но не всегда бываю на маркетах. Так что можно даже иногда и со мной там встретиться. Еще наброшли новые наклейки. Посмотрите, какие они для вы. Сейчас я буду их разрезать по кусочкам. Здравствуйте, подписчики. Вот мы с Тимофеевной на улице. Вот такие вот клевые наклеечки. Займусь сейчас остальными, чтобы здесь была прям вот такая вот куча. Ну какая же красота, мне так и не нравится. Правда, рука моя снова, я чувствую, будет себя в мозолях и трястись. Спойлер. Ну, конечно, да, это очень красиво. Я хочу делать все, абсолютно все в рамках бездны. Поэтому хочется делать канцелярию. Ну, как хочется, мы уже ее делаем. В общем, у нас есть всякие потрясающие объемные наклейки. Сама манга, стикер паки, наклейки на банковские карты, брелки. Правда, сейчас они закончились, но скоро будут новые. Всевозможные коллекционные карточки. Я хочу делать даже тетрадки. Я хочу делать, понимаете, вот просто все. Скетчбуки, карандаши, ручки, фломастеры, краски, все хочу. И, кстати говоря, справедливости ради, мне кажется, что вот эта вот вся история, это очень классная идея для подарка. Ну, вернемся на склад. Еще в итоге сегодня заказываем пиццу, получается, да? Я думаю, девчонки. Ну, давай, да, какую-нибудь итальянскую еду сегодня закажем. Да, в бренде бездны у нас люди не только работают в официальной одежде, но еще у нас тут вот такие вот царства и богатства еды. У меня уже просто крыша едет с этими стикерами, поэтому простите, пожалуйста, за мой неровный русский. Вот так вот. Кстати, стикеры, просто знайте, что каждый из них вырезала именно я. Каждый, каждый из них сделал моим руками. Поэтому, если где-то будет четко кривоват, извините, у меня у руки началась уже трошанина, и она стала отказывать, и вот она мозоль. Хай. А вот это вот принты, которые сегодня будут резаться для того, чтобы в дальнейшем уже печататься на продукции. Смотрите, как красиво все это выглядит. И внутри уже вот такое серьезное наполнение. Ну, красота невероятная. Работа идет максимально. Вещей много. Для меня очень важно, чтобы атмосфера в моем рабочем пространстве была такая же, как атмосфера в моем рабочем пространстве дома, когда я работаю, ну, моим блогом. То есть, должно быть ярко, должно быть хаотично, при этом должно быть функционально. И знаете, вот слово функциональность, мне кажется, это тоже, что находится в ДНК моего бренда бездна. Потому что очень важно не просто, чтобы это было как бы красиво, а чтобы это было еще удобно. То есть, те же самые вот эти вот огромные капюшоны, которые выглядят просто потрясающе. Те же самые очень удобные зипки, которые в них и тепло одновременно, и относительно нормально, если на улице не супер мягко, жаро, а понятное дело, что в теплые зипки ты не пойдешь 30 градусов гулять. И вот эти вот моменты, которые накладываются на качество, которое должно быть самым лучшим из всего вообще только возможного. Все это складывается к тому, что и пространство должно быть таким же. Это должно быть функционально, красиво и круто. Поэтому я начинаю кастомить свой офис. Только что приехала часть заказа сегодня, пока я сидела, тут мозолила свою руку от моего будущего кабинета. Так что сейчас будем с вами все это собирать. Очень удачно получилось. Так, сначала понесли стол. Распаковочка. Императорский стол будет у меня. Сейчас я покажу вам, как делать комнату бизнесмена, начальника, директора, я. Ну все, инструкция есть, можно собирать стул. А потом стол. Ну я еще могла бы попросить у кого-то помощи, но я не буду. Потому что могу себе позволить ни у кого помощь не просить. Вот так вот. Хэштег силы, независимость, хэштег еще не развелись. Нет. Первая часть готова. У меня уже есть табурет. Кстати, подходят тут мои штанцы. Купила в Корее на рынке. Так. Стол не должен никуда улетать. Работает. Тяжело. Хайпово выглядит, да? В таком дробованном состоянии пришла эта вещь. Хочешь посмотреть на стол? Он весь такой. Если ты думаешь, что авторская вздумка, сначала я подумала, но я реально так сказала. Да нет, он просто весь вот в таком состоянии. Боже. Пусть забирают свой стол. Ладно, надеюсь, мне вернут за это деньги, потому что это, конечно, полный трешак. Но самое кринж-кринжовое, это то, что мне нужен стол для работы. И теперь у меня есть только стол. Ну, классно, буду за подоконником сидеть. 20 декабря. Так, очередной день я приехала на склад, и сегодня у нас в программе вот это вот все. Стола нового так и нет, но вообще видишь, что он сегодня приедет. Хотелось бы в это верить. Что ж, давайте посмотрим, что приехало сегодня, с чем можно иметь дело, и начнем потихонечку собирать комнату дальше. А нет, походу, это стол. Слишком тяжело, чтобы это был не стол. Так, пожалуйста, пусть это будет стол. Звук не очень был. Треш! Это не стол. А что это? А-а-а! О-о-о-о! Это, короче, детали на стену. С этим я пока хз что делать, это пока что не нужно. Короче, смотрите, у меня по плану вот там вот нормально развесить вот такие вот штуки, чтобы сразу на них был виден рабочий план, чтобы, возможно, было размещать всякие полезные штуки-дрюки. Такой аналог пробковой стены, который обычно себе на хаты кто-то вешает над рабочим своим столом. Но до этого нам очень пока далеко. Все, пока жду, пока придет человек, который будет вешать на полки, буду заниматься тем, что гладить одежду, потому что мы всегда одежду гладим перед тем, как ее отправляем. Чтобы все было идеально, но это не значит, что в транспортировке оно не мнется. Но все равно складываем нормально. На самом деле, Бездна это полноценная вселенная, и я на самом деле в шоке от того, насколько эта вселенная разрастается. У нас своя манга, свое огромное количество персонажей. Персонажи становятся узнаваемыми, люди рисуют арт, кстати говоря. Манга у нас реально есть. И сейчас я бы хотела вам немножко рассказать про нашу румангу. Я вижу, что людям она правда нравится, что люди начинают интересоваться лором персонажей. Я не знаю, мое сердце, но просто, знаете, я бы сказала, что она разбивается, но она не разбирается. Она собирается, в общем, вот как вот у Бездны, вот ее вот этот вот крест с сердцем разорванным в огне. Вот это вот прям вот я. Это вот я, как я чувствую, когда я все это вижу. В какой-то момент я решила, что нам нужно сделать, знаете, такую вот первую версию нашей манги. Всего лишь навсего одну главу, которая на тот момент одна была. И пустить ее куда-нибудь на фестивале. И я была очень удивлена, что люди были заинтересованы вот этим вот единственным экземпляром. И, конечно, ну, мы решили, что нам нужно ее сделать уже для всех, раз она людей заинтересовала. Теперь манга даже есть на сайте. Кстати, про сайт. Блин, на самом деле я хочу с вами поделиться такой вот, ну, небольшой моей личной болью. По-моему, меня это единственное волнует из всех, потому что я даже, по-моему, в дневных комментариях не видела, что, кстати, очень странно. Это сайт. Я так кринжу из нашего сайта. Честно, разработка сайта, именно чтобы он был классный, стоит достаточно дорого. И это очень долго. И так как все-таки в первую очередь хочется сделать некрасивый визуал типа сайта, главное, чтобы он функциональный, и слава богу, а хочется сделать крутое производство, улучшить как-то вещи. До сайта руки дошли, блин, относительно недавно. И я сейчас просто очень сильно жду, что, наконец-то, у нас будет крутейший сайт. И я прям вообще... Не знаю, когда вы смотрите это видео, может, вы уже смотрите, у нас уже крутой сайт. Ну, короче, потом посмотрите по ссылке, вот. Возможно, он старый, тогда мне жаль. Но если он новый, то вообще супер, надеюсь, вам нравится так же, как нравится мне. С того, что уже точно есть у нас на сайте, что я добавила, чего не было изначально, одежда будет представлена не только в виде макапов, точнее, уже представлена не только в виде макапов, ну, картинок одежды, а уже вы можете посмотреть на то, как это сидит на разных моделях. Потому что, начально, раньше только я фоткалась, но теперь у нас есть друзья бренда, и, конечно же, даже модели мы подбираем исключительно, исходя из того, чтобы это были наши друзья бренда, кто его любит так же, как люблю я. А еще скоро очень активно начнет развиваться YouTube-канал Бездны, да, кстати, он уже есть, где будут проходить обзоры на вещи, распаковки, вот это вот все, чтобы вы тоже могли постоянно смотреть за Бездной еще и на YouTube-канале, а чтобы не пичкать это на моем постоянно. Потому что поделиться хочется, а как-то вот, ну, не знаю. Вернемся на склад. Ну, как вы помните, раньше вот я кастомила только у себя на канале, а теперь, как бы, чем мы занимаемся? Теперь мы кастомим на продажу одежду. Конечно, естественно, на всех случаях я сообщу, что не все одежды я кастомлю, я кастомлю только тогда, когда нужны свободные мои руки. А так большую часть времени я занимаюсь всевозможной информационной штукой, ну, то есть то, в чем я реально разбираюсь, в чем я сильна. В контенте. Ну и свой кабинет собираю. 25 декабря. Сегодня приезжает мастер, так что finally, именно сегодня, мне должны собрать мой рабочий кабинет, мой стол. Я, в принципе, уже имею некоторое понимание, что я хочу по дизайну. Так, на пользу случая нужно проверить, что мне здесь пришло. Ой, трэш. Это, короче, манеку. Только что у него улетела башка. Я не успела прийти, голова уже упала. Буф. Как вы понимаете, тут собрались люди серьезные, а не то, чтобы шутки шутить. Молодец, манекен. Перекажи. Не шутки шутят. На, будешь хранить мой куда. В инси. Чуть-чуть повыше, прям буквально вот так, да. Так, пока что все выглядит вот так. Вот, конечно, это просто полки, которые мы подвесили. Все только начинается, потому что все остальное я тоже планирую кастомить и дизайне. Но считаю, что манекен лучший. Сейчас буду собирать стол попытка номер два. Но сначала едательная пауза. Как будто бы инструкция выглядит вообще очень легко. Всего четыре пункта. В первую очередь нужна отвертка. Отвертки в комплекте. Нет, ладно, найду отвертку. Хэ. Ну, хэ-хэ. Да. Да, можно и ногой. Лемон кейк. Ай, трэш. Это не проблема. Наверное, будет. Так, ну, пространство постепенно, медленно-медленно начинает заполняться как-то. Ну, а теперь портативная фотостудия. Она очень была у меня обошлась. Но, мне кажется, если эта вещь окажется в итоге просто не дерьмо, у меня всего лишь характеристика, чтобы не было дерьмо. Это студия. Вот только вот одну штуку сделала, но таких еще четыре назад. У меня такая дышка. Вот я кросс-километровая пробежала. Я вам честно скажу, это полный трэш. Посмотрите на меня, я вся... Короче, спустя пять тысяч лет полный трэш. Он выглядит вот так. На следующий день. Так, ну, из того, что я поняла, пересмотрев миллион видео на ютубе по поводу вот этого штуки, она, в первую очередь, у нас стоит неправильно. И я могу переворачивать. Это, видимо, пока не пригодится. Предстоит разобраться вот с этим. И как их крепить? Все, файнели я разобралась, насколько, насколько это было возможно. Поехали вешать фон. Кончайте, девочки. У меня не верю, что я это сделала. У меня шок просто реальный шок. Какой трэш. Так, давайте сделаем проверку, значит. Повешу туда вот это вот изделие. Изделие, не общительная надпись, это брак. А, ну да, вот, собственно, логично все и получается. И здесь будет этот фон, и вот, по сути, ты делаешь фотографию, потом врезаешь. Но цвет, кстати, хорошо передает. Вот в жизни он примерно такой же и есть. В целом, прям вот то, что я смотрю сейчас в жизни, и то, что смотрю на экране, мне нравится, потому что очень похоже. Цвет, конечно, просто невероятно красивый. Очень сложный, очень дорогой оттенок. А теперь это база. Ну, на самом деле я буду говорить про базу в одежду. В один момент я заметила, что наши постоянные клиенты, которые уже покупали одежду, пишут, что им очень все нравится, особенно нравится крой, качество, вот это вот все, и попросили нас делать базу. И такие сообщения в какой-то момент начинают появляться, появляться, появляться. И, конечно, мы, ну, что делаем? Делаем выбор в пользу наших клиентов, раз они просят, что хотите базу, мы дадим вам базу. И года не прошло, а мы уже делаем светлые вещи. Сегодня докупаем новые ткани, потому что уже пора вводить не только темную одежду, но еще и светлую. Поэтому сейчас все вместе с вами будем выбирать и смотреть, какой оттенок и все такое. Вроде в том, когда зима была, а вроде в этом осень, но все равно снежная. Со светлыми оттенками есть некоторые проблемы, я думаю, вы сами понимаете, что очень тяжело подобрать светлый адекватный цвет. Но мы сделаем все для того, чтобы выбрать лучшее из лучшего для лучших. Очень долго, очень дотошно мы выбирали цвета, чтобы их было как можно больше, чтобы они тоже отражали эстетику разных персонажей. Мы очень долго думали вообще, как это все вводить, что с этим делать. И вот у нас есть база, базовые вещи, которые никуда не будут деваться в продаже. По мере расширения вселенной бездны персонажей и цвета будут добавляться. Поэтому я вот очень рада, что теперь у нас есть еще и такая возможность порадовать тех, кто больше любит минимализм или не хочет там всяких принтов. Вернемся к кастому. И я хочу еще одну достатку из куча вещей. Здесь же вот такие вот полочки. Вот для этой штуки. Чтобы все было очень хорошо организовано. Распаковочка чек. Не лампа. А еще я заказала вот такую вот штуку. Вообще она должна была рассчитана быть на 90 килограмм, но она рассчитана только на 50. Знаете, я могу на нее вставаться, на ней крутиться. Это типа поставка для фото. Что-то подсветка. Пока ничего с ней делать не буду. Полочка, это всякие насадки для подсветки. И вот эти вот лампы, которые дают эффект закатного солнца. И целая куча прибуд для вот этой хироборы. Так, ну вешаем. Да, вот так оставлю. То есть объективно это правда очень круто. И экономит вообще тебе и место, и все на свете. Все. Ты согласен? Да, он говорит. Да, теперь мы общаемся с ними кедром. Что вы нам сделаете? Класс. Да, рада. 29 декабря. Я вообще-то очень сильно люблю пакеты. Та-дам! Ну, для начала вот этот вот пакетик. Это мне подарила моя подписчица. Она периодически помогает нам в работе с бездной. Я думаю, увидели ее на фестивалях. Она периодически присылает фотографии. И все началось с того, что она была нашим постоянным клиентом. Я в один момент ее заметила, потому что я видела буквально под каждым постом. Ну, и я подумала и решила, что мы должны что-то предложить такому человеку, который так много делает для нас. И постоянно придумала, в одложку кидала, всякие коллажи делала. Ну, короче, вы знаете, я такой человек, очень щедрый. И поэтому, когда я вижу, что кто-то очень сильно ко мне стремится, я всегда готова протянуть ему руку. Поэтому для вот таких людей, которые тоже любят бездну, и которые хотят получать фидбэк за свое творчество, бездна создала поддержку для авторов. Если коротко, то вы создаете контент по вселенной бездны, и за это получаете плюшки. Ну, и, конечно, я просто не могла не поделиться с вами творчеством людей, которые уже нам создают контент по вселенной бездны. Блин, спасибо вам огромное, ребят. Ребята, пока я снимала этот влог, у нас появились коробки. Это просто что-то нереальное. Я очень долго хотела эти коробки. Я где-то с сентября месяца за эти коробки боролась. Мне не нравились никакие коробки, которые к нам приходили. Я пересмотрела, мне кажется, все виды коробок, которые только существуют. И вот, наконец-то, совсем недавно, как раз, блин, спасибо большое, что до 8 марта это произошло, к нам приходит идеальная коробка. Я быстро ее подтверждаю. Мы быстро огромную партию этих коробок просто уже отпечатываем, делаем. И теперь наши клиенты смогут получать еще и вот такие потрясающие коробки. Короче, я первый раз вижу нашу новую коробку. Теперь все заказы большие, типа, там, кудаки будут управляться в этом. Она безумно крутая. Давайте покажу вам, что еще внутри есть. А, здравствуйте! А можете освободить, пожалуйста, помещение? Я очень сильно люблю анбоксинг. Ну, естественно, она же была блогером. Поэтому я хотела, чтобы каждый мой клиент, когда получал коробочку от бездны, он тоже почувствовал себя, знаете, в какой-то степени блогером, чтобы он мог сделать эту распаковку. Потому что открываешь коробку, там у тебя внутри встречает брендированная бумага специальная. Там внутри лежит у тебя стикер, куча вкладышей, вот эта вот одежда. На одежде у тебя тоже присобачена вот такая вот штучка вместе с карточкой, которую ты можешь поместить под свой телефон. Короче говоря, я считаю, что это безумно классно. И я прям рада это вам презентовать. Это прям моя личная радость. Кстати говоря, от сумок мы тоже все еще нет. Входим, я сейчас вам покажу, как мы и делаем. Да, что делаешь? Я сейчас буду делать сумки, в которых отправляются заказы, собственно говоря. Маленькие-большие сумочки мы делаем вручную, так сказать, хэмплей. Вот так делается каждая сумочка. Красиво. Кстати говоря, обязательно подписывайтесь на социальные сети Бездны. Я это говорю не потому, что вау, прикольно было бы куда-то подписаться. И блогеры обычно так говорят, а потому что мы правда стараемся их очень круто вести. И мы слушаем наших подписчиков, нашу аудиторию, нашу клиентскую базу. Ну, потому что мы хотим сделать круто для всех. Ну, скажем так, лучшее для лучших. Ну, и мы продолжаем делать ремонт. Я так непривычно себя чувствую с этим макияжем. Это просто трэш. Кто эта женщина вообще не понимает. Зачем я вообще решилась не сделать такой макияж? А, я насмотрелась видео со Узмани. Все, я вспомнила, ладно. И вот наши новые покупки. Задача в первую очередь будет перекрасить эту дверь. Я думала, что я сначала хочу ладлампу сделать. Но потом поняла, что ладлампу я буду делать долго. И как раз мне придется второй слой делать для двери. Поэтому красим. Сначала заклеиваем ручку. Первый слой готов. Теперь я буду пока у меня сушиться дверь. Для того, чтобы наносить на нее второй слой, развешивать ладлампу. Вот, а еще я вся в говнище. Это очень плохо, потому что мне вечером нужно будет ехать на концерт. Ё-моё. А я вся. Сантехни-плояр. Так, для начала веска. Итак, я закончила. Но уже очевидно темно, я думаю, вы понимаете. И смотрим. Это круто. Ну, конечно же, цвет бездны это красный или оранжевый. Поэтому давайте бахнем. Ой, не то. Не-не-не-не, стой-стой-стой-стой-стой-стой. Я хочу просто красный. Успокойся уже. Ну, что это такое? Короче, это не глюк. Это трындец. А реально вот так теперь работает. Я не понимаю, в чем причина этого. Хотите прикол? Это розетка, да? Понимаете, да, ситуацию? Ну, все, я не знаю, что сказать еще. Вот, скорее всего, просто заменю пульт или подключу все это к Алисе. И, скорее всего, оно будет нормально выглядеть. Ладно, поехали дальше. Сегодня, помимо того, что я заканчиваю кастом мою комнату, ну, или, по крайней мере, планирую, должен приехать принтер, который печатает все, что такое можно печатать на одежде. Но я такая не поняла, что там произошло. Термопринтер это такая штука, которая непосредственно делает принты, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы у нас было полностью свое производство. Это была очень лютая история, мы попали на Новый год, мы не могли его занести, потому что приезжали люди от этих термопринтеров, делали замеры, замеры оказались неправильные, я не понимаю, как можно было неправильно поставить замеры. И, в итоге, термопринтер мы заносили вот так. Да, она реально больше, чем плачка, чем какой-то джип, это трэш. И, чтобы вы понимали, вот эта штука в коробке, она просто гигантская. Только, чтобы занести эту штуку вот по этой лестнице, по которой я сейчас иду, это стоит 50 тысяч. Но, если у них не получится и придется в ламбе травму, то это будет уже 150 тысяч. Просто за то, чтобы занести принтер промышленный. Вот, чтобы вы понимали, помните, у меня была первая комната в самом первом видео, лайк ставлю. И вот здесь вот у нас была наша, типа, компьютерная зона отдыха, вот эта область очень огромная. И, собственно, принтер будет стоять здесь, чтобы вот вы получше понимали его масштабы. Да, встаю, встаю, встаю. Неделю спустя. Кстати говоря, на тему принта очень часто видела сообщения, и нам это писали, почему мы не делаем шелкографию. Немножко забежим назад. Когда только-только бездна открывалась, естественно, стоял вопрос о том, какой делается, ну, принт, если мы говорим о принтах. И было очень много вариантов, что с этим делать. И нам посоветовали опытные люди, которые миллион лет в индустрии, которые делают именно качественную одежду, делать DTF-принт. Правда, предупредили, что это самая дорогая история. Спойлер, она действительно самая дорогая. А шелкография, кстати, вообще недорогая. Почему, собственно, DTF-принт? Потому что такие принты позволяют тебе делать, во-первых, тонкие элементы, огромное количество охвата изделия, может быть. То есть даже у меня вот этот вот принт, это не самый, естественно, далеко большой, но он огромный. Его, возможно, налепить, и он при этом никуда не денется, и с ним все будет потрясающе, если, естественно, изделие адекватно использовать. Поэтому наш принт, действительно, если разбирать его в сравнении с той шелкографией, он действительно просто лучше, потому что ты можешь любые арты сюда запихнуть, и они будут именно такие, какими ты задумываешь. И видите, даже вот в этой вот очень маленькой штучке мы можем, например, на его шапочку внутри вот такой вот его крест запихнуть. Как раз таки потому, что этот принт дает возможность таким вещам. Потому что огромное количество всего может быть и цветов, и переходов. В то время как у шелкографии количество цветов ограничено, количество градиентов истории там, по-моему, их вообще невозможно делать. И в целом это просто более старая, да, на проверенное временем технология, но в сравнении с современным, ключевое слово, современным и дорогим ДТФ принтом, оно действительно проигрывает. Но так как я вижу сообщение о том, что шелкография все еще кому-то актуальна, кто-то ее хочет, как я могу осуждать вас за ваши предпочтения, конечно, мы тоже ее обведем. Но об этом в следующих видео. Продолжаем склад. Так, ну самое важное, на рабочий компьютер, конечно, разместить вот такие вот профессиональные стикеры с бездной, потому что у нас тут как бы бездна аэстетик. И так, сегодняшний промежуточный результат выглядит вот так. Это уже хоть на что-то начинает походить. Понятное дело, что работы здесь еще очень много, но, тем не менее, я нахожусь в процессе. Что ж, ждем доставку, и дальше уже следуем тому, что придет. Чуть-чуть устала, но я не жалуюсь. Зато лонг себе забрала, наконец-то, смогла себе его позволить. Да, когда ты в собственном бренде, но у тебя так много заказов, что ты не можешь дать себе ничего, потому что, если ты возьмешь, то какой-то клиент дольше будет ждать. Угораю с того, что я собиралась уже идти домой, а вот принесли вещи. Примерно, наконец-то, есть мусорное ведро и еще больше подставок. Интересно, однако, упаковку просто в мусор все вспыхнули, а руль. Потом я решила отправить вот эту картину на склад. Остается только вопрос, влезет ли вот эта картина в машину. Что вы говорите? Да ничего. Как вы понимаете, у нас тут некоторые виды изменения произошли, потому что изначально это был наш самый первый кабинет. Но теперь тут все стало иначе. Теперь это буквально мастерская. Но она прямо сейчас находится в процессе переезда. В общем, ребятки, планы у меня очень амбициозные. Я мечтаю, чтобы нас было как можно больше всего и как можно скорее. Вам огромное спасибо за поддержку. Все, кто верят в меня, те, кто верят в бездну. Это очень много для меня значит. Прям безумно, безумно, безумно много. Ну, а те, кто не верит, ну, ладно. Переходите на сайт, переходите на телеграм-канал. Жду вас. Пока. Пока.